Сущая правда Канифолев, явившись в присутствии в пьяном виде, поскользнулся на чьем-то плевке, упал на стеклянный шкаф, разбил его и сам разбился. На другой же день после этого грехопадения он потерял две бумаги и сделал за номером 2423. Мало этого, он приходил в присутствии, имея в кармане порох и пистоны. Вообще же он ведет жизнь нетрезвую и буйную. Все было принято во внимание. Он слетел и теперь кушал прощальный обед. — Вечная тебе память, Алеша! — говорили чиновники перед каждой рюмкой, обращаясь к Канифолеву. — Аминь тебе! Канифолев, маленький человечек с длинным заплаканным лицом, после каждого подобного приветствия, всхлипывал, стучал кулаком по столу и говорил — все одно погибать! И изгнанник с ожесточением выпивал свою рюмку, громко всхлипывал и лез слабызать своих приятелей. — Меня прогнали! — говорил он, трагически мотая головой. — Прогнали за то, что я выпивохом. Они понимают того, что пил я с горя, с досады. — С какого горя? — А с такого, что я не мог их мне неправды видеть. Я их неправда подлая за сердце ела. Видеть я не мог равнодушно всех их пакостей. Этого они не хотели понять. Ладно же, я и покажу, где раки зимуют. Покажу я им, пойду и прямо в глаза наплю, всю сущую правду выскажу. Всю правду не выскажешь. — Одно хвостовство только. Все мы мастера пьяны в виде глотку драть, а чуть что так и хвост поджал. И ты такой. — Ты думаешь, не выскажу? Ты думаешь? — А, ты так думаешь. Ладно, хорошо, посмотрим. Будь я трижды анафема, лопни. Под лицом меня в глазах обзови, полюнь тогда, ежели не выскажу. Канифолюб стукнул кулаком по столу и побагровел. — Все одно погибать. Сейчас же пойду и выскажу. Сию минуту. Он тут же недалеко с женой сидит. Пропадать так пропадать. Шут возьми. А я им открою глаза. Все на чистую воду выведу. Узнают, что значит Алешка Канифолев. Канифолев рванулся с места и, покачиваясь, побежал. Когда приятели протянули за ним руки, чтобы удержать его за фалды, он был уже далеко. А когда они надумали побежать за ним и удержать его, он стоял уже перед столом, за которым сидело начальство и говорил. — Я, вашество, ворвался к вам в дом без доклада. Но все это я как честный человек. А потому извините. Я, вашество, выпивший. Это верно. Но я в память из... Что у трезвого на душе, то у пьяного на языке. Я вам всю сущую правду выскажу. Да, с вашество. Довольно терпеть. Почему, например, у нас в канцелярии полы давно не крашены? Зачем вы дозволяете бухгалтеру спать до одиннадцати часов? Отчего вы и Митяеву позволяете брать на дом газеты из присутствия, а другим не позволяете? Все одно мне погибать. И я вовсю сущую... И эту сущую правду говорил Канифольев с дрожью в голосе, со слезами на глазах стуча кулаком по груди. Начальство смотрело на него, выпуча глаза, и не понимало, в чем дело. Антон Павлович Чехов. Сущая правда. Читал Джохангир Абдулаев. 20 августа 2022 год. Ну а сейчас переходите к прослушиванию других аудиокниг, кликнув на одну из четырех ссылок, указанных на видео. На одной из ссылок вы также можете обнаружить уже прослушанную вами аудиокнигу, но уже с музыкальным оформлением. Приятного прослушивания!